Как такое да не заснять, привет зритель. Я целых шесть минут потратила на то, чтобы как-то обезопасить себя и кошку от того, чтобы она за мной не поперлась и не потерялась. Унесла домой, достала руками в перчатке велосипедной из костюля прямо из холодильника куриную башку, а она жрать не стала, решила ловить мух, там две большие мухи, с великом я тут. Я подумала, что она мне разнесет избу нафиг и взяла ее на улицу. Она опять сюда, а потом увидела курицу. Не буду с тобой прощаться, а может сегодня еще что запишу. Вот она вчера двух мушек поймала, Одно днем, другое вечером. Обе на дворе. Кто-кто доперся таки до этого поля, только тут вон что-то ветку повалилась. Блин, лапа трошит. Тут ромашка мне попалась, а потом трава, название которой я забыла, но она тоже дофига полезная. Еще какая-то трава, короче можно будет на обратном пути собрать то, чего мне пока не хватает. Кое-где тут есть небольшой интернет, но очень небольшой. Мягких довольно мало. Они крепкие, на удивление. Есть несколько незрелых. И короче у нас в саду такая фишка. Первый раз вот увидел, что какие-то дозрели, какие-то в процессе так вот постепенно. Как градиент. И вот тут точно так же, но вообще их самих по себе мало. Это, видимо, все-таки ива. Или же в народе ветло. И я вот не помню, то ли тут вот был кустик еще, то ли туда подальше. Сейчас вот надо пройти посмотреть. Мой велик стоит, упёршись в земляной какой-то такой мелкий вал. Это мы внутри круга, если что. Бревно. Куст второй, видимо, действительно вот этой веткой завалило. Сейчас такое ветрище вообще. Зато я вижу, мне прям везет. Это у нас зверобой. Правда, я сорвала не то, как зверобой мне попался. Зверобой. Что ж я тут шастую, да не снимаю. Вообще, зрители, это, наверное, тоже своего рода экстрим, когда вот так вот шарахаешься. По местности, где уже сто лет как не живут люди. Ну, конечно, не сто лет, но лет пятьдесят, шестьдесят, то, наверное, точно. Ива. Вот мне что-то так подумалось, что эта ива тут и раньше стояла же. Она старая такая. И когда люди тут более работали, то в обед под эту ив отдыхали. Потому что тут вот своего рода тенек. Да-да, у меня тремор. Да-да, возможно, если бы я держала палку с дрожащей рукой, которая держит телефон, тремора бы на камеру не отображалась. Но однако у меня нема. Да и вообще это ваше, короче, ваше желание, чтобы у меня была эта палка. Мне потому что не верю, что моя рука дрожащая, держащая палку, которая тоже была, соответственно, дрожатила, видят меня этот тремор, не передаст этот тремор на камеру. Кто-нибудь из вас любит вот так вот шарахаться по таким местам, местам мертвых деревень? Я хотела в прошлом приезд у соседки выспросить по поводу мертвых деревень, которые вот тут. Меня потому что раньше как-то не догонял, когда дед, допустим, двоюродный говорил или кто-то еще, что ездил осеннего, допустим, за малиной или за грибайном. А потом до меня дошло, что осеннего это название деревни, которая когда-то где-то тут была. Еще есть такое, что дедушка у нас за грибами ходил на остров. Я вот думаю, остров реально остров или это название какой-то тоже деревни, которой уже тут давно нет. Вон там мой велик. Как, допустим, вот здесь вот за ручьем было Прямяково, а тут, значит, поле, наверное, которое принадлежало к этому Прямяково. И мама моей одной подружки, у нее были родственники в Прямяково, и они ездили на лошадях вот в это Прямяково в ее молодости. Короче, кто-нибудь из вас вот любит вот по таким местам шарахаться? Ну, мне нравилось подружкой с одной шастать по всяким таким уже нежилым домам там, заброшкам, то есть все. Но у нас не столько много осталось заброшек в городе. Да и как-то она сильно вышла замуж, хоть и не, ну, гражданским браком, короче, живет, что ей вроде как-то стало, видимо, уже не до заброшек. А вот такие места мне тоже очень нравятся. Ну, иногда, конечно, стремно вот так одной куда-то шарахаться. Здесь внутри круга все-таки. И спасибо родственнику, сказал, что тут не медведей сейчас, ну, никого такого нету. Но вот я мимо Бори дома ходила, когда еще приехала в деревню. Вот позавчера шла с тележкой и кошкой и рюкзаком. И там у него дома было два таких следа, как коровье говно, извиняюсь за подробности. Но коров-то сейчас нету. Я думаю, что это, наверное, лоси там шастали, потому что соседка говорила, что у нее за домом она видела лосей. Ну, само ведь коровье говно, а лоси это, по сути, лесные коровы. Не могло же ниоткуда появиться. Такое довольно свежее было. Ну, в общем, тут никаких кабанов сейчас нет. И медведя, а лоси, ну, они как бы... Я думаю, они более безобидные, чем кабаны и медведи в этом плане. То я помню... У меня, по-моему... Или уже появился мой первый телефон, этот Билайн 2005 год был. Да, наверное, только появился, но он еще как бы там... Я ее не брала, у меня тут бабушка с моим дядей двоюродным жила. Тогда он что-то к нам в деревню приезжал одно время, с ней жил. Вот они когда вместе жили, вот как зеркало такое, сходились очень характерами. И, короче говоря, я как-то уфентюлила на поле, внутрь круга. Но от деревни... Не отсюда, воздороги. Вот так, отсюда, воздороги, да, отсюда, воздороги. А оттуда, вовнутрь круга, с нашей деревни. И вроде как там еще как бы часть деревни была Масьевская. Ну, ближе уже к дороге. Я думаю, что там за собаки лают? Как-то странно передвигаются. А это кабаны были. В общем, кабаны довольно близко подошли к деревне. Но на безопасном расстоянии все-таки от меня были. И хоть мне потом и влетело, что такая слепая курица уфентюлила. У меня такая привычка, если я ушла на поле даже от деревни, я могу там часа на два зависнуть, у меня время вообще проходит как-то так. Как-то очень останавливается для меня время. Ну, так вот, сейчас тут нет ни кабанов, ни медведей. Это было небезопасно. Ну, и то, что тут я видела это поле в момент, когда... Муха какая-то села на экран. Когда здесь вот только еще засеяли овсом. Его как бы пропахали. Оно, в принципе, ровное. Более-менее, но ровное. И понимаешь, что, в принципе, тут как бы есть... Куда ты идешь, понимаешь, что тут нигде не провалишься. А здесь я в прошлом году еще тогда была. Конечно, я была в штанах, а не в этой тунике без никто. Но, в принципе, здесь вообще такое ощущение, будто кто-то ходил. Может, тут какой-нибудь девушь ходил. Может, туда выходили эти товарищи, которые тут впахивались, не знаю. Может, тут просто ветром так расфигачило. Ну, короче, вот. Не прощаюсь, потому что, может, сегодня еще что-нибудь засниму. Я все еще снимаю на телефон, у меня все еще слегка дрожит рука. Обалдеть, зритель. Сейчас где-то половина восьмого. Я сейчас поехала в итоге по круговой. И внезапно вижу сено. Тут вообще не помню, в каком году последний раз косили. И косили ли вообще, потому что тут что-то росло раньше изначально. Вообще круто. Сено, сено. На, потом туда с камерой приехать. Я-то на телефон все еще пишу. Обалдеть. Сено, сено. Откосили бы у нас еще сено. Я бы до шипа у них дошла безболезненно. Обалденно. Моякинь. 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 Там куда хтосало. Там куда хтосало.